В Москве готовится к открытию новый центр реабилитации зависимых от наркотиков. Работать он будет при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Организует центр синодальный отдел по церковной благотворительности и благотворительный фонд имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Нужному в Москве проекту требуется помощь. Подробности в сюжете Галины Ледвиной. Реабилитационный центр почти готов. Ремонт смогли провести благодаря помощи неравнодушных людей. В небольшом помещении разместятся кабинеты для индивидуальной и групповой работы. Функционировать центр будет как дневной стационар 7 дней в неделю. Пытались сделать, чтобы было максимально удобно и для всех, и для сотрудников, и для посетителей. Здесь есть консультационный кабинет отдельный. Тут совмещает в себе две роли. Тут консультации могут проходить. И здесь также это некая переговорная. То есть тут сотрудники нашего центра тоже могут посовещаться. Там наше главное помещение, так называемая групповая комната. Здесь проходят все основные мероприятия. Все будут проходить, потому что с реабилитацией наша работает в формате в основном групповом. Это такая групповая терапия. Собственно говоря, здесь будут проходить в будущем даже небольшие семинары. Центр анонимный. Обратиться сможет любой человек, независимо от гражданства, вероисповедания, прописки. Реабилитация делится на три этапа. Найти себя, прийти к Богу, вернуться к людям. Помогать будут опытные психологи, консультанты, арт-терапевт, священники. Есть возможность начать знакомиться с Богом, начать воцерковляться. У нас есть занятия по закону Божьему в программе. У нас есть еженедельное общение с батюшками, со священниками. Возможно, будут запросы на восстановление документов, на поиск работы. Мы будем сотрудничать с центрами занятости. И мы также сотрудничаем обязательно с медицинскими учреждениями. Мы готовимся к подписанию договора с Московским научно-праведическим центром наркологии. И также мы сотрудничаем с больницей святителя Алексея. Реабилитационный центр при храме живоначальной Троицы в Кожевниках решено открыть не случайно. Здесь три года работает общество трезвения. Помогают людям, борющимся с пагубными пристрастиями. Вот был пример такой у нас. Мама, глава семьи, двое сыновей, двое страждущих. Один алкоголь, другой вместе с алкоголизмом, употребление психоактивных веществ, наркомания. Глава семьи тоже употребляет алкоголь. И вот в течение, получается, этих двух с небольшим лет постепенный-постепенный прогресс. Приобретение духовных знаний, молитвы, праздники, мероприятия, совместный труд, действия таинств, консультирование, общение. Все это в комплексе, как некая система работы с людьми, дает очень хороший результат. Светлана побывала в разных реабилитационных центрах. Для нее они оказались бесполезными. Помогли избавиться от алкогольной зависимости в кожевниках. Настоятель этого храма, отец Евгений, они меня потихонечку вытягивали за руку, не бойся, приходи. Исповедь, причастие. Это, наверное, самое главное. Пока я из себя все не вынула, потому что я думала, что все виноваты, оказалось, что я сама корень всех своих несчастей. Они меня просто за руку вели все эти годы. Откроют центр реабилитации в середине августа. Он станет первым в Москве бесплатным дневным стационаром при храме. Чтобы помочь очень нужному проекту, с помощью СМС отправьте сообщение на номер 3434 со словом «Друг» и суммой пожертвования.